Привет, друзья, на добро пожаловать в Jumping Day Ways. Эй, маленькая мордочка. Эта мордочка меня ждет. Я скоро придусь. Короче, друзья, сегодня у меня выходной. Я должна поехать сейчас взять фотки, которые я спринтовала на это число свадьбы. На улице офигенная погода. Называется во Флориде сентябрь. И офигенная погода начинается только в сентябре. Короче, друзья, еще раз добро пожаловать в Jumping Diaries. Короче, я начала такую рубрику. Будут такие частички влогов, потому что я не умею часто влоги снимать. У меня очень редко получается. Но, короче, что я хотела сказать. Я сейчас... Кстати, если вы не знаете, я научилась водить машину только недавно. Хотя нет. О май гад. Я в прошлом году в ноябре научилась водить машину. И вот в ноябре будет год. О, время летит конкретно. Короче, что я хочу сказать. Я очень редко езжу на машине. Даже если езжу, еду до работы и назад. До работы у меня 3 минуты. И да, мы очень близко живем к Молу. Здесь 3 минуты туда, 3 минуты туда. И я знаю очень-очень хорошо дорогу и все. Больше не как бы туда-сюда, я езжу только с мужем. Отдельно очень редко. И каждый выходной, когда я куда-то езжу чуть подальше работы моей, я начинаю нервничать. Я сейчас, получается, должна поехать чуть подальше моей работы в Walgreens. Должна поехать в DJ Max, который вообще чуть далеко. В общем, нужно по фри-вэю ехать, там, где очень быстро едут. Короче, пожелайте мне удачи, чтобы я никого не стукнула. Да, кто-то посмотрел сейчас, что-то с собой разговаривает. Короче, удачи. Короче, ребята, шо за фигня полная. Я думала, я быстро приду и выйду. А тут, получается, мне фотографии вообще не так запринтовали. Запринтовали там пол лица, нет, получается, на горизонтальной фотографии. Они срезали вертикально и запринтовали. Извините меня, я заплатила, я сказала, можете поменять. Потому что, знаете, я вообще не жалующийся, как бы, кастумер, да, клиент. Но, извините меня, это Америка, и я плачу, и я имею право им сказать перезапринтовать. Потому что, блин, я бы никогда не подумала, что я такая жалующая стану. В общем, я хочу свой пол лица видеть. Сделайте мне другую фотографию. Нет, смотрите, а то шо это такое? Где мой глаз? Я сказала, перезапринтуйте. Это стоило где-то цента, но все равно на сомы это цента, знаете, сколько стоит? Вообще, это, наверное, 80 сомов. Я вам скажу, ребята, здесь молы в Америке одинаковые. Те же самые бренды, тот же самый стиль, ничего нового. Одно и то же. Так что, куда бы ни поехали, в Майами, в Сан-Франциско. Тоже камни у Пинцакова, они будут одинаковыми. Все одинаково, еее. Эх, смотрите, какие красивые штучки сейчас становятся в моде. Разрушу и уйду, блин. Короче, я взяла свою шляпу и носочки. Я знаю, вы спрашиваете, что за нафиг носочки. В общем, мы сейчас идем посмотреть цветочки для музыкального фестиваля. Как ободок. Вот, я себя специально не показываю, потому что я не хочу, чтобы на меня все смотрели. Представим, что вы видите меня так. В этом магазине сейчас найдем какие-то ободочки. Окей, следующий мой ободочек вот такой. Женщина рядом говорит то, что она мне подходит больше для фестиваля. Окей. Yeah, I like it too. Короче, я взяла самые большие цветочки на свете. Надеюсь, нормальный костюм найду для этого. Вообще, музыкальный фестиваль. Ого. Вообще, музыкальный фестиваль, что я хотела сказать. В прошлом году, когда я была в Tomorrow World, и там было, получается, все в костюмах такие красивые. И я себе обещала, что в следующем году я оденусь нормально. Мальчик хорош пялится на меня. Вот, я обещала себе, что я костюм одену. И я одела, получается. Так, ну, они все смотрят. Хотя, помните, это нормально, что все смотрят на камеру. В общем, ребята, Tomorrow World World, это офигенно. Привет, друзья. Это еще один влог из моей жизни, где мои подрешки пролетели. Уже хотела сказать, пролетели. Так, я могу просто сказать, что это уже, наверное, как это? Шестой дубль? Да, дубль. Дубль. Дубль шесть, семь, девять. Я не знаю. Десятый, да. Короче, дубль какой-то. Привет, друзья. Привет, друзья. Мне не понравилось, как я с тела перезапишу. Ой, мне там волосы торчат. Ой, мне эта такая. У меня всегда так. Очень хорошо. В общем, мы сейчас в таунтауне с девочками. И мальчиками. И мальчиками. Мальчики нацепленные. Да, мальчики тут у нас впереди. А мы тут. Мы прогулялись в таунтауне. Идем сейчас к машине, потом поедем на пляж. Какое же было? Это сейчас я скажу. Это была Стелла, Орнж, whatever. Да, Стелла Сауэр, maybe? Стелла Сауэр. Я помню, что это Сауэр. Или я подумала, что это Сауэр. Я помню, что это Орнж. Да, мы сейчас идем, короче, с нее попить. Я своих девочек очень редко вижу. Да, они просто живут от меня два часа дороги, да? Почти два часа. Сколько вы ехали на этот раз? Ну, из-за трафика мы ехали... Очень долго. Не знаю, мне вообще показалось, что мы вообще в Монет приехали. Ну, я ехала, мне не показалось. Ну, вы просто, наверное, болтали из-за этого мне показалось. Вот. Во Флориде, что прикол, нету таких высоких зданий, потому что им нельзя строить такие высокие здания, потому что у нас бывают почти что цунами тогда. Нет, куда и сахтаться? Нет. Цунами не бывают. У нас бывают большие ураганы, из-за этого здесь нельзя строить. Поэтому здесь здания все такие низкие. Но исторические. Короче, самая такая нереальная, нереальная крутая новость, то, что мы с девочками, дай бог, поедем в музыкальный фестиваль Tomorrow World. ходят! Поход! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, мы решили прогуляться в Пентакова, мой город. Это исторический город. И там есть такое место в Пенсаколе-даунтауне, очень старые дома. Очень старые дома, как вот это, из страшных фильмов, я знаю. И таких домов очень много, таких маленьких домиков. Я сейчас вам покажу. Вот таких вот домиков очень много. Вот таких вот домиков очень много. И вот, девочки хотят на них посмотреть и почитать. Это почти что музей получается. Весь город как музей. Кстати, 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 в нашем городе очень долго держали рабов. И как бы один из самых последних мест, там, где освобождали рабов. Рабы здесь были на долгое время. Они последние, которые выпустили рабов в свободу. Да, Пенсакол был такой. Вот таких домов очень у нас много. Короче, здесь дома не такие уж страшные. Просто они как бы старомодные, старого дизайна. Из-за этого кажется страшным. Они такие уютные, все капец. Да, просто еще кажется, у нас есть просто такой ориентация, так как мы насмотрели с ужастиков. Может, да. В ужастиках обычно такие дома используют. Типа старый, получается, заброшенный дом. Очень странный. Живет там очень странный какой-нибудь дедушка. Постоянно что-то делает. Никто ничего не знает. И все про него разговаривают. Либо же дом, который пытаются продать. Не говорят, что там кто-то умер. Не говорят, что было раньше. И там новая семья живет. И там происходят вот эти вот... По ночам падают вилки-лольки. Кто-то там шушукает. Либо же шепчется. Тени постоянно. О мой бог. Ты слышишь? Как будто собака лая. Как будто призрак собака. Да. Кстати говоря, тут должно было быть написано, кто здесь раньше жил или всякое такое. А вот это очень странный дом. Смотри, какие у него кошки. Наверху. Что, Алия, нравится? Нравится, нравится. Не бей меня, нравится ты. Алия, нравится. 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 Продолжение следует...